всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня новый хобби влог так что кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сегодня я буду раскрашивать в хрупком мире кербера за носом в прошлый раз здесь что-то я красила наверное вот это вместе с оксаной ссылка на канал оксаны в конечной заставке как всегда ну а в этом месяце мы решили раскрашивать сейчас я найду я сначала вообще забыла что мы здесь хотели красить и выбрала уже себе разворот но это мне не принципиально я даже только и рада что оксана мне тут прислала еще раз напоминал очку что мы раскрашиваем осталось эту напоминал очку найти ну вот она вроде как я сейчас еще раз сверюсь но в целом а вот она так что-то я сейчас надо вспышку выключить вот ну что-то я уже начну раскрашивать мэджиками но я думаю что возможно а кстати а здесь можно все мэджиками раскрасить потому что я вообще не тот взяла я же взяла тот которым я крашу изделия из дерева а в данном случае мне нужно другое в данном случае мне нужен кахенуровский мэджик а не фикс прайсовский сейчас его осталось еще найти здесь если он не в какой-то раскраски заныкан потому что хотя у меня таких то мало кстати я в основном все везде доделала хотя столько всяких сейчас увлечений честно говоря что время вообще на все не хватает ну короче говоря здесь по моему мэджика нет сейчас посмотрим вот он и примусь за раскрашивание я прям очень подсела на раскрашивание господи раскрашивание на вязание салфеток мне это очень понравилось и столько еще нужно будет научиться ну я имею ввиду научиться именно вот как там бразильские блогеры вяжут вот я хочу нечто подобное делать меня это очень увлекло поэтому да надо бы еще вышивку начать то есть я уже вроде как все подготовила главное теперь начать я просто почему когда показывала этот сказала что только вот это буду мэджиком ну потому что его уже мало и мне его жалко и фикс прайсе к сожалению пока таких больше наборов так и не было вот поэтому вроде как жалко каханур каханур всегда можно приобрести при желании да его много поэтому конечно же здесь я им активно попользуюсь просто хороший карандаш но все-таки фиксовские ну я вообще всегда даже когда еще не применяла вот по какому-то определенному назначению то есть не приспособила эти карандаши но у меня уже были и те и другие я всегда говорила что по качеству набор из фикс прайс ну лично для меня гораздо лучше чем каханур как по мне он в разы мягче в разы интереснее оттенки подобранным сочетание хотя наверное кто-то со мной не согласится но мы все разные вот для меня я первый набор именно купила каханур и уже потом просто для интереса вместо взяла фикс прайс и я честно я не знаю если бы я первые фикс прайсе взяла стала бы я брать оригинальные каханур и ну то есть возможно ради интереса конечно но тогда они стоили довольно прилично это сейчас масса скидок вот тем более что тогда я когда каханур купила раскрасила иллюстрацию по мастер-классу даян и джей и все как бы они у меня долгое время лежали это потом вот я уже ну и купила вот эти для интереса и тоже все это довольно долго лежал и только спустя какое-то время я стала коричневые использовать потом плавненько страха уже использовать и серые оттенки нашла им применение потом нашла применение зеленым ну и уже когда освоилась стала использовать другие а наверное даже толчком к этому был кахануровский из музея ван гога который мне а не подарила привезла вот ну хотелось бы чтоб фикси все-таки новое все это перри выпустили вообще даже удивляюсь вроде бы следят за видео за инстаграмом за ютубом вот блогеров да и много чего появляется ну потому что наверняка следят потому что все-таки фикси и к съемке относятся всегда довольно лояльно и я даже знаю что иногда я как-то смотрела асмр у лены тур и она даже сказала что к ней она снимала в магазине и к ней даже подошли спросить ну поинтересовались что узнав что она блогер даже попросили поснимать вот и там на что-то внимание обратить и конечно они следят за потребностями людей мне непонятно столько людей вот до просила я бы так порадовалась не ну если вы на тот момент вот когда они были в продаже я бы уже нашла им применение конечно я бы не то что там пару пачек взяла в запас я вот помню я тогда взяла одну пачку а вот катя путюкова взяла несколько она молодец всегда запасливая всегда берет по нескольку штук минимум вот я бы наверное тогда тоже даже не несколько я бы штук ну не знаю но 5 бы я взяла точно тем более по 99 часто если их выпустят они явно будут в другую цену но сейчас вот я смотрю вот это тоже же вроде как дерево но красит ли это все-таки карандашом или же будет логичнее наверное все таки будет логичнее использовать акварель потому что иначе все сольется или не сольется надо подумать у меня как раз кофе свалился вот попью кофейку и подумаю но с другой стороны чё думать можно начать раскрашивать и если что стереть ластиком и и никаких проблем сейчас посмотрим а может быть еще где-то местами вот видите все таки каханур он в красноту уходит а у этого более такой цвет с добавлением охры чего-то такого мне конечно больше нравится но жалко пока не пойму может быть еще стоит листочки прошу прощения листочки попробовать раскрасить карандашами и уже и вот тоже может быть и magic и здесь использовать что-то я только вылечила ангину и тут же заработала снова кстати очень может быть знаете по какой причине у меня вот эта вот шапка ну виде медведя с медвежьей физиономии с маской ну понятное дело что я покупала не из-за того что там маска я как бы к этому вообще негативно отношусь но поскольку я всегда мерзну и поэтому я подумала что это хорошая идея принципе идея действительно хорошая шапка классная не задувает вообще отлично гулять для длительных прогулок просто вау но суть в том что я еще давно читала что например вот эти снуды например те же самые шарфы они достаточно опасны я как-то скептически к этому отнеслась и это как раз таки объясняли тем что мы выходим да нам холодно мы кутаемся нос закрываем рот закрываем и идем и нам вроде тепло а вот эти все испарения вот это все и мы мы как бы дышим мы как в баню попадаем по сути дела и это провоцирует как раз таки всякие потом простуды и болячки вот эти обострения и и по сути вот эта шапка она так и действует по факту то есть может быть стоит не постоянно ее на нос натягивать как минимум только когда реально холодно что да действительно вроде и тепло а потом ты попадаешь вот в это вот то что постоянно какая-то идет простуда возможно возможно в этом и есть смысл то есть наоборот говорят что хорошо идти дышать воздухом и вот этот морозный воздух вдыхать в этом тоже есть я думаю логика я уже стала это замечать что в при всем при том что все так классно а стала вот это вот простуда а а потом заходишь в метро там тоже маски требует ну и я еще какое-то время снимала шапку пользовалась обычной маской потом мне стало лень потом я сейчас снова слава богу хотя бы вернулась к этому но я даже думаю что если даже пользоваться наверное вот шапкой в формате даже как маской ну на прогулке там от холода я думаю что стоит брать какую-то медицинскую маску сначала ее а потом уже вот эту и менять почаще тогда да будет вроде как и тепло и в тот же момент все равно вот это будет более сухой воздух такой так что-то правда участилась вот это за последнее время только вылечишься вообще не порядок ни разу ну в принципе она может быть и неплохо добавить черного или зеленого возможно даже кстати я вообще забыла когда последний раз пользовалась черным карандашом как-то меня перетянуло вот другие оттенки где-то коричневые где-то зеленые а я вот так вот даже не посмотрела сейчас то ли я крашу то ладно неважно ну вряд ли здесь сто тысяч часов ладненько чуть позже к вам вернусь попила кофе и вот до раскрашивала я сначала все закрасила коричневым мэджиком это что нас номер 21 а потом взяла зеленые который номер 19 и вместо черного карандаша вот как видите в некоторых местах я прошлась мне очень понравилось сочетание коричневого именно этого зеленого получился очень красивый зеленый цвет и для выделения в данном случае каких-то фрагментов это просто вообще отлично мне кажется картинка конечно по сравнению с этой получится очень яркая насыщенная я решила что полностью всю иллюстрацию сделаю именно карандашами неважно мэджиками или просто карандашами вот чтобы она была такая гладкая блестящая потому что я здесь уже мэджиком прошлась но пройдусь еще раз когда все раскрашу и потом уже буду бумажные салфеткой платочком бумажным ну как я и люблю натирать и зеленым здесь еще в некоторых местах вот нужно пройтись ну пока что легко идет иллюстрация ну правда это еще за счет того что да тут много где можно разгуляться мэджиком кофе мне сегодня удивительно заходит но это и понятно потому что кофе поскольку я пью кофе хороший то это очень полезно там много полезных компонентов и когда особенно себя не очень хорошо чувствуешь организм видимо все это требует вот кстати кофе и для печени хорошо и много для чего хорошо поэтому и в общем-то желудок у меня кофе хорошо воспринимает именно хороший растворимые вообще даже если по вкусу он классный даже если кислинка полностью отсутствует я его не могу пить вот например в студии когда в пятницу я попила кофе был там жакей жакей меликана ну мне что-то захотелось я попила он очень на вкус оказался хороший вообще без кислинки но все мне дальше стало уже дурно ну вот короче как то так я до раскрашивала результаты покажу в конце месяца но мне на редкость удалось раскрасить за полчаса эту иллюстрацию и мне очень нравится результат я достала вот этот вот набор из фикса пользовалась еще на фон ну на небо синим карандашом вот этим для глаз еще добавляла вот этот подарок оксаны лира grey green хороший цвет в общем все раскрасила быстро и мне результат прям очень понравился а так бывает что иногда долго что-то раскрашиваешь а результат не нравится а тут вот прям пошло все и при этом я всегда говорила что мне очень нравятся слова но именно раскрашивает сов я не люблю как-то вот боюсь а здесь я прям даже удивилась ну а сейчас взяла котики мурмур терапии это раскраска у меня тоже всегда стоит в планах каждый месяц и я вот сейчас буду здесь раскрашивать выбрала уже иллюстрацию будет вот такая вот я ее ну фон вот вот это точно буду раскрашивать акварелью по контуру может быть будут гелевые ручки что касается котика не знаю тут пока затрудняюсь может быть это будет масляная пастель или акварель но на крайний случай карандаши не знаю но пока я начну с фона я уже достала акварель это будет акварель луч моя любимая взяла такой относительно новый набор потому что мне здесь потребуется фиолетовый и взяла гамму этот набор мне не очень-то нравится я кстати не помню показывала я или нет ваша не появился набор луч такой вот папа вот этому принципу то есть там перламутровые краски обычные краски и какие-то такие пастельные может быть не неоновые я что-то так не разобралась я не помню делала я вставку во влоге или нет потому что у меня на телефоне этот кадр остался но я не помню включала я его в тот или иной хобби влог или нет из ашана вот здесь просто есть перламутр такой более яркий синий конечно и совушку взяла кисть достала но и в общем то собственно приступим наверное здесь надо и вот здесь и даже серебро пригодится сейчас посмотрим каким именно образом я буду раскрашивать не ну хорошо у нас стучат как водятся у нас вечно стучат ну так я решила немножечко по контуру нанести просто такое без перламутра хотя это сейчас все смешается но по сути дела потом когда высохнет будет хорошо но в целом я как уже говорила не люблю данную акварель любви с ней вообще никакой не сложилось но она есть надо пользоваться к тому же все таки несколько оттенков вот этот вот вот этот этот и этот мне нравится так ну и вот посветлее и можно взять серебро вот так может быть еще чуть-чуть сюда добавить то что я вот уже не знаю как камера передает потому что тут много блеска но мне нравится как вот получилось я вижу что в этом есть смысл так что вот ну и с этой стороны примерно так же вообще у меня сегодня был настрой исключительно вязать но я села и поняла что нет я раскрашивать тоже очень люблю и я соскучилась вчера там как-то я мало красила понятное дело красила но не так много как хотелось бы но меня вчера совсем поглотила вязание я доделала вот желтую салфетку которую я в инстаграм выкладывала я прям просто мечтала такой салфетки ну не знаю как увидела просто поэтому не удержалась пока не связала не успокоилась уж она прям вот прям зашла красивая я еще хочу сегодня повязать но не уверены к сожалению потому что сейчас сниму хобби влог надо все же творческий влог закончить надо лайф блог до снимать и еще одну еще одну вкусняшку сделать потому что там нужны сливки я их купила и ну их надо доиспользовать потому что сливки 30 процентной жирности у них и стоимость такая что знаете ну не выкидывать же в помойку если я их не не использую так ну что и наверное тогда примерно то же самое вот здесь немножко такого цвета перламутр потемней или этот голубой и немножко серебра и тут тоже самое и буду с фиолетовым сочетать а может быть а может быть и нет не знаю может быть надо сочетать с синим который такой обычный вот этот возьму что-то такое космическое а я это люблю вообще на свой страх и риск понимаю что все может протечь я все-таки решила достать акварель вот эту вот которая в кюветках хочу использовать вот этот свет ну правда его так где у меня палитра то здесь здесь наверное нужно хоть так поаккуратнее попробовать мне просто нужен вот этот свет в теорий в теории наверное он есть и если что потому что ну вот мне хочется здесь именно так раскрасить и это еще не только этот свет я хотела а вот этот еще по моему вот этот взять так сейчас и вот здесь тоже красивый оттенок и будет неплохо я надеюсь возьму перламутр вот так нанесу по контуру посмотрим что получится получится ли вообще что-то что я говорю пока я выбирала что же мне чего я конкретно хочу все так представляла конечно запуталась по итогу ну вот как-то так потом смотрю доработаю если чё не ну перламутра наверное вот сюда еще надо немножко добавить и ну и и здесь понемногу тут надо просто меньше воды лить а я почему-то беру меньше краски ну просто на такой бумаги у меня и опыта нет использования этой акварели но имеется виду даже не бумаги я аж раскрашиваю там где односторонние иллюстрации такой ну кстати смотрите в общем то ну ну так чуть-чуть местами и то по моему это больше детская а нет не детская как раз вот это протекла но это еще когда высохнет может быть все нормально будет или не так ярко так что никакой катастрофы не случилось вот сейчас еще вот здесь пройдусь вот здесь конечно можно было если подождать можно еще темненькой нанести здесь вот будет пентелевская ручка может быть пентель вместе с фиксовской не знаю или скраун вот я думаю стоит подождать и потом нанести или вообще не наносить темный цвет попробую рискну сейчас честно ждать не очень охота точнее как ждать чтобы остальное красить придется а если я сейчас еще подожду перед нанесением вот этой акварели это вообще затянется просто я сейчас буду влог завершать пойду заниматься своими делами вот так получается ну в принципе как я и хотела плюс-минус да и здесь вот видите я затемнила в целом в целом до результаты я своего добилась но это видео я буду завершать если оно понравилось ставьте лайк заходите в инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки благодарю вас за просмотр здоровья настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока